На деревьях. Когда дерево погибает, они под него заползают. Чтобы поймать краба, нужен кокосовый орех. Внутренность нарезаешь небольшими кусочками. Такими, чтобы быть уверены, краб за ними вылезет. Готовится краб проще простого. Главное не испортить вкус мяса, поэтому ингредиентов немного. В кастрюлю засыпают мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу. И в зависимости от того, нравится тебе или нет, можно порезать помидор. Целый помидор режешь и в кастрюлю. Чеснок, нет? Не надо. Потом берешь кокосовое молоко. Это свежее. А так можно пользоваться магазинным, из банок. Но это гораздо лучше. Оно дает натуральный вкус. Заливаешь. А почему он синий? Есть крабы двух цветов. Коричневого и синего. Естественный цвет. Ты закрываешь крышкой и на огонь. Сколько варить? 15-20 минут. Это мы с Эдвардом ждали 20 минут, пока мясо проварится. А вам ждать не надо, все уже готово. Через 20 минут кокосовый краб доходит до кондиции. Его едят руками. Я могу его достать? Попробуйте. Я уже пробовал. Кокосовый краб хорош, наверное, с пивом. Но где же взять столько пива? И на самом деле, мясо у краба сочное, нежное, вкусное. Похоже по вкусу на мясо обычного краба. Такое блюдо стоит в ресторане 400 долларов. Как сказать по-русски «хорошо»? Хорошо. 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 Продолжение следует...